Первый эшелон с возвращающимися на историческую родину после долгих 14 лет ссылки к карачаевцам прибыл 3 мая 1957 года на железнодорожную станцию поселка Эркеншахар. И стала традицией каждый год собираться на станции и вспоминать тот радостный день. Из Ногайского района Алла Качеева. Возвращающимся с 14-летней ссылки к карачаевцам были рады представители всех народов Карачаева Черкесии. Первыми их на исторической родине встретили нагайцы с песнями, музыкой, танцами и различными угощениями. На той самой станции, как и 59 лет назад, представители нагайского народа тепло встречают гостей. Устроили для них настоящий праздник. Участники митинга – это представители власти, парламента, общественных и религиозных организаций. Школьники вспоминают трагические события 20 века. Своё отношение выразило и подрастающие поколения. На станции была представлена выставка, организованная Центральной районной библиотекой Ногайского района. Чувство всеобщей радости было омрачено тем, что не всем было суждено вернуться на Кавказ после долгих лет изгнания. Многие не выдержали выпавших на их долю испытаний – отчуждения, голода, тяжкого труда, тоски по родной земле. Сегодня мы живём одной многонациональной семьёй в общем доме Карачаева-Черкесии в составе России. Невозможно переоценить значение мира и согласия, которые царят на нашей земле, между народами, населяющими нашу республику. Мы должны беречь это богатство. Собравшиеся вспоминают тех, кому не суждено было больше видеть свою родину. Они почтили их память минутой молчания, совершили обряд дуа, а один из юных хафизов прочитал аят из священного Корана. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджибердеев отметил, что никто не в силах изменить ход истории, но из неё можно извлечь уроки, чтобы будущее строилось на принципах свободы личности, равенства людей и братства народов. Он вручил медаль Духовного управления мусульман республики за заслуги перед Уммой главе Ногайского района Инверу Кирейтову. Карачаево-Черкесия, да вообще Кавказ, это то место, где проживает очень много национальностей. Если одной из этих национальностей здесь не будет, то это не будет Кавказом. Это не будет этим место. Мы именно богаты тем, что все вместе живём вот в этом радостном мире. Испокон веков народы Карачаева-Черкесии связывает добрососедские отношения, история, культура. Всё это благодаря мудрости предков, которые протягивали руку помощи в тяжёлую минуту, радовали с успехом и достижением соседей. Есть такое выражение – радостная грусть. Так вот, это в 1957 году, этот день был радостной грустью. Когда люди возвращались, люди плакали. Я была ребёнком, и я помню, вот Вера Михайловна сказала, люди выходили и целовали землю. Я живой свидетель, когда вот здесь, вот недалеко там холм был, и они выходили с теплушек и целовали землю. «Вы должны вырасти такими же патриотами-интернационалистами», – говорили выступающие, обращаясь к представителям подрастающего поколения. И чтобы на благодатной земле Карачаева-Черкесии дали царили мир и согласие, администрация «Села Дружбы» предложила заключить договор куначества с Эркин-Юртским сельским поселением. Участники делегации приехали с подарками, как и принято, ходить в гости на Кавказе. Праздник продолжился песнями и танцами. Алла Качиева, Аслан Баташев, Вести Карачаева-Черкесия, Ногайский район.